Здравствуйте! Это программа «Суть дела» с Григорием Тинским. Великобритания объявила о подготовке к выпуску облигаций «Халяль». Британия собирается выпустить халяльные облигации. Британцы решили обратить внимание на законы шариата в сфере финансовой жизни. Премьер Дэвид Кэмерон заявил о выпуске специальных ценных бумаг для стран мусульманского мира. По мнению финансовых экспертов, таким образом Королевство привлечет инвестиции из мусульманских стран. Соединенное Королевство станет первой страной за пределами мусульманского мира, которая объявила о создании бондов, основанных на законах шариата. Кроме того, на лондонской бирже специально для этих ценных бумаг будет введен глобальный исламский индекс. Коран категорически запрещает ростовщичество. Однако исламские облигации под названием «сукук» созданы, чтобы обходить этот запрет. Теоретически следует брать в долг и возвращать одну и ту же сумму. Но экономические законы неумолимы, и беспроцентные суды – это просто благотворительность. Исламские финансисты научились различными хитрыми способами обходить религиозные законы, придумали всяческие формы – мушарака, мудараба, мурабаха и вот еще «сукук». Смысл «сукук» в том, что эти облигации привязываются к конкретным доходам. На что-то берутся деньги с помощью распространения облигаций «сукук». Этот проект приносит доходы, и конкретная, заранее обусловленная часть этого дохода будет выплачена вместо процентов по кредиту, помимо того, что будет в срок возвращена основная номинальная сумма, на которую выпущены облигации. Так что, как видите, исламский банкинг мало чем отличается от обычного, привычного нам. Исламские облигации Великобритании будут пользоваться популярностью не только у иностранцев, но и у местных жителей. В современной Англии вместе с Уэльсом проживают около 40% мусульман. Они-то и могут стать инвесторами в рамках новой инициативы британского правительства. Кроме того, сейчас цены на нефть достаточно высоки. Мусульманские страны, как известно, в основном нефтедобывающие, поэтому деньги у них есть. Они-то и могут вложиться в такие облигации или в такие ценные бумаги. Консервативным классическим инвесторам такие бумаги тоже могут быть интересны, но явно не в большом объеме. Классическим облигационным инвесторам нужны рейтинги. По облигациям СУКУК рейтинги хотя и есть, но все же классические рейтинговые агентства только половине всех выпусков, наверное, присваивают рейтинги. Это может ограничить круг инвесторов. Среди таких потенциальных инвесторов называют Малайзию, Минфин Британии планирует эмиссию исламских облигаций на сумму 230 миллионов евро в следующем году. Практически каждый день наша российская пресса и телевидение мягко готовят нас к тому, что в финансовой сфере наступают тяжелые времена. О причинах их наступления мы поговорим, наверное, в отдельной программе. Но уже сейчас мы ощущаем на себе последствия нехватки средств в федеральном бюджете. Урезанное финансирование Татарстана по новому закону об образовании уже выводит на улицы недовольных родителей, которым становится не по карману оплата детских садов. Впереди только рост общественного недовольства, вызванного недофинансированием и других социальных программ. Что для нас в этой истории может означать пример Соединенного Королевства? Необходимо помнить, что Лондон столица не только Великобритании, но и финансовая столица мирового значения. Лондонский Сити и его Трэднидл Стрит известны не меньше, чем Нью-Йоркский Уолл Стрит. Опыт у британцев в финансовых делах многовековой. Может быть нам, то есть Татарстану, попробовать к нему присмотреться? Уникальность нашей республики, в том числе и в том, что благодаря активности правительства на внешнеэкономическом поле у нас есть возможность последовать примеру английского королевства. Кроме того, не надо забывать и о мусульманском населении нашей республики, да и России в целом. Не секрет, что доверие к банкам у нас несколько подорвано. Результатом этого недоверия является тот факт, что по оценке главы Сбербанка Германа Грефа, на руках у населения России находится около 12% ВВП. То есть, если учесть, что в прошлом 12-м году объем валового продукта у нас составил около 60 триллионов рублей, то в чулках и под матрацами наших соотечественников находится около 7 триллионов рублей. Каждый десятый житель России мусульманин. Значит, порядка 700 миллиардов рублей лежат в мусульманских домах. Почему бы не использовать этот огромный внутренний потенциал для выпуска татарстанских исландских облигаций, а если к нему присовокупить зарубежных инвесторов? Суть обязанностей правительства в постоянном поиске новых путей развития. Особенно актуальной эта задача становится в условиях кризиса. Может быть, наше правительство прислушается к этой идее? Это была программа «Суть дела» с Григорием Тинским. Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся.